Приветствую всех на своем канале. Рада вас снова видеть. Сегодня, наконец-таки, я решила сделать раскат на 2023 год. Он будет немножечко более коротком формате, нежели я делала аналогичный в прошлом году. Прежде чем начну, хочу сделать два анонса. Первый – это то, что в разделе «Сообщество» на главной странице моего канала есть пост, в котором я говорю про рождественские распродажи. Заходите, пожалуйста, смотрите, читайте и присылайте свои заявки по контактам, которые указаны в посте. Распродажа будет с 25 декабря по 7 января. Пожалуйста, пользуйтесь возможностью, потому что потом получается так, что когда я заканчиваю свои анонсы, всегда появляется человек, который говорит, «Ой, я не успела». Старайтесь, пожалуйста, успеть. Это первый анонс. Второй анонс по поводу индивидуальных годовых раскладов. Я их буду делать в начале следующего года, в начале 2023 года, после праздников. То есть начиная с 7 числа будет пост, что, как, сколько это будет стоить, куда отправлять заявки, какие вопросы там будут в этом годовом раскладе, какие варианты есть. Не пропустите. Вообще я рекомендую почаще заходить в раздел «Сообщество» хотя бы раз в неделю, раз в две недели и смотреть, какие посты там я выкладываю. Потому что бывает очень много разных акций, особенно если это начало месяца, либо какие-то предложения, либо приглашения на эфир, который тоже будет в новом году. Я уже чувствую себя достаточно хорошо, поэтому готова провести и традиционный ежемесячный эфир общения с подписчиками, которые я делаю. Поэтому подытожу и скажу, что сейчас у нас идут акции «Распродажа рождественская». Переходите в раздел «Сообщество» на главной странице моего канала и читайте последний пост. И чуть позже, в начале следующего года, кому будут интересны индивидуальные, личные, годовые расклады, будет два варианта раскладов, тоже про это напишу пост уже в новом году. А сегодня мы с вами сделаем общий расклад по трем позициям. И еще раз скажу, это будет укороченная форма того расклада, который я буду делать индивидуальным в следующем году. То есть некоторые вопросы просто будут озвучены сегодня. Но про это я тоже все подробно напишу уже в 2023 году, в начале месяца. Надеюсь, время вам было предостаточно для того, чтобы определиться с позициями. Первая, вторая, третья, голубенький, красненький, зелененький камешек – это наши позиции. Тайм-коды есть в описании, каждый раз в описании. Под любым моим раскладом есть тайм-коды. Просто я иногда вижу людей, которые оставляют тайм-коды в комментариях. Конечно, я не понимаю, для чего они это делают. Потому что я всегда проставляю тайм-коды. Ну да ладно. И в описании под любым моим роликом есть ссылка «Мои услуги», где вы можете прочитать о моих услугах. А мы с вами приступаем без промедления. Голубенький камешек. Так, смотрю в камеру, как там видно. Первая позиция. Итак, единички. Смотрим. Самые важные события 2023 года. Какие? Три карты вытащу. Девятка пендаклей. Императрица. Пока мне все нравится. И Король мечей. Ну, мне все нравится, если честно. Итак, самые важные события этого года. Начнем с девятки пендаклей. Ну, во-первых, год будет посвящен и крутиться, вертеться, вращаться вокруг вас самих. Вокруг становления себя. Вокруг того, что вы будете ощущать себя хорошо стоящими на ногах. Уверенными. То есть, наконец-таки у единичек появится уверенность. Потому что в одном из прошлых рассказов я вам говорила о том, что присутствует у вас некая доля неуверенности. Когда вы обращаете внимание на критику, на мнение других людей. То вот в этом году вот все будет направлено на то, чтобы вы ощущали себя в хорошем расположении духа. Вы почувствуете, что наконец-таки вы стали независимым человеком. Это внутреннее ощущение вас. В плане чего? В плане того, что на меня уже не столько влияют другие люди. Какие-то ситуации, обстоятельства. С одной стороны, вы будете погружены вглубь себя. Потому что все девятки у нас говорят про интровертность. То есть, вы будете сфокусированы на своих ощущениях. На своих собственных желаниях. В кубе с императрицей. С другой стороны, вы будете по императрице открыты. Каким-то новым, возможно, отношением. Новому опыту. То есть, если вы смотрите и вы являетесь женщиной, то этот год, он будет крутиться вокруг вас. Вокруг вашего мира, ощущения мира, восприятия. Очень много женских энергий. Но это не мягкие энергии королевы кубков, которые как-то подстраиваются под других. Остаточно эмпатично. Нет, здесь человек уверенный. Вот ключевое слово хочется сказать этого года. Уверен. Я знаю, куда я иду. Я знаю, что я хочу. Я могу получить то, что мне необходимо. Знаете, такой зрелый человек. Особенно, если это касается бизнеса, то здесь вот прям человек, у которого есть четкий план, четкое понимание того, что я хочу. Как я могу это заработать. Девятка Пендакля и императрица. У нас тоже говорят про финансы. Плюс ко всему говорят еще и про расширение. То есть, императрица, она говорит еще и про беременность. Беременность как физическая, так и беременность мыслями, идеями. Когда я порождаю что-то новое. Но порождаю или, скорее всего, благодаря вот это вот рождение новое, идет благодаря вашему внутреннему изобилию. То есть, знаете, когда человек делится не потому, что, там, я не знаю, у него два плаща, да, и надо поделиться одним, и мне как будто бы жалко. А просто потому, что у него всего много, у него в изобилии, и не поделиться он не может. То есть, здесь такое прекрасное ощущение на полностью, состоятельности человека, когда он готов делиться тем, чем он наполнен. В данном случае, да, здесь человек может делиться какими-то, еще раз скажу, какими-то своими идеями, какими-то своими проектами. То есть, здесь идет расширение, расширение как в финансовой стороне вопроса, так и вообще расширение и проявление, как проявление вас в социуме. То есть, вы будете заметны. Не могу сказать, что вот прям вот будете светить, и вы будете яркими, и для вас прям социум будет такой важный, значимый. Нет. Но вы будете такой, знаете, заметной, авторитетной фигурой, которая не стремится проявляться, но при этом она и не в тени. Это, знаете, как, как бы так сказать, условно говоря, как миллионеры. Все о них знают, но они, как правило, не стремятся показываться на глянцевых, на обложках глянцевых журналов, да, либо как-то себя о себе заявлять в соцсетях. Просто люди о них знают. Но здесь вот причем такая, знаете, императрица, это все-таки авторитет. Это все-таки некая такая известность. Это тот уровень, когда, знаете, человек живет и наслаждается своей жизнью, вообще не заморачивается по поводу того, что скажут другие люди о нем, и вообще, что происходит во внешнем мире, потому что ему хорошо. Здесь вот ключевое, это то, что мне хорошо. Если у вас есть дети, то в этом году они будут уходить от вас. Ну, я имею в виду, что взрослые, да, уже нужно отпускать. То есть императрица здесь говорит о том, что вы уже готовы, да, вы уже в состоянии распрощаться со своими детьми, да, впустить их в свободное плавание. То есть вам здесь с этим будет хорошо и комфортно. Это вообще очень приятные энергии, если вы хотите заняться как минимум своим телом, заняться красотой, заняться исполнением желаний. Здесь это все вот прям, не знаю, такой очень хороший-хороший год, достаточно изобильный, изобильный, еще раз повторюсь, на идеи, на творчество, на реализации каких-то своих проектов. И при этом вы будете сохранять свою какую-то индивидуальность, есть определенные границы, это то, что касается вот этих двух арканов. Если вы мужчина, то для вас будет играть важную роль как минимум две женщины. Одна более значимая, статная, это может быть ваша жена, может быть ваша мама, тетя. Взрослая женщина состоявшаяся, другая более молодая, вот, но тоже не менее значимая. Либо одна женщина, которая будет проигрываться вот в этих двух состояниях. Третий аркан, да, король мечей, самое важное событие этого года. Ну, смотрите, король мечей у нас всегда говорит про планирование. Это акцент идет на интеллект, на стратегию. То есть здесь однозначно, во-первых, финансовая сторона вопроса, потому что король мечей это стратег, теоретик и человек, который разбирается в финансах, да, то есть он может их планировать. Здесь деньги к вам могут приходить после интеллектуального труда, либо на основе интеллектуального труда, либо когда вы что-то там просчитываете, высчитываете, да, то есть будет какая-то определенная система, структура финансов, да. То есть вот у меня ощущение того, что этот год, с одной стороны, для вас будет важен, а для вас самих, да, это нельзя сказать, что вот, можно сказать, это личная жизнь, но не в плане отношений, любви, не в этом случае, а именно сфера, все, что касается вас, я бы так сказала. Это даже не про саморазвитие, а вот про заявление о себе как о личности. И с другой стороны, здесь финансовый аспект. То есть вы взросли, повзрослели, да, и вот у вас появилась ценность, вы начали ценить себя, уважать, и на основе этого у вас вырастут финансы. Не могу сказать, что много, но достаточно значимо по сравнению с прошлым годом, как у вас было. Будут определенные периоды в вашей жизни по королям мечей, когда вы будете держать дистанцию. Вам будет желаться, хотеть побыть немножечко с собой. Девятка Пентаклей и король мечей про это говорит. Плюс ко всему, вот будут какие-то такие моменты, когда вам захочется какой-то вот интеллектуальной пищи, да, то есть вот почитать, узнать что-то новое. Я не знаю, может быть там какие-нибудь журналы, да, там наука и еще что-то, да. То есть вот какие-то научные достижения, может быть там психологические какие-то эксперименты, которые проводятся, вот все, что как-то обогащает, да, делает вас более богаче, не в плане духовности, а в плане интеллекта, да, то есть вот здесь акцент будет вот именно на интеллект. Хотя королева Пентакли, здесь я не вижу арканов духовных, да, здесь больше вот такая практичность идет, императрица, она у нас как раз-таки такой земной архетип, то есть человек, который наслаждается именно материей, в том числе и финансов, в том числе, когда она начинает ухаживать за собой, либо получает подарки, неважно, которые она покупает самостоятельно, либо она получает их от кого-либо, да, то есть достижение желаний благодаря кому-либо. Ну вот такие важные основные события, здесь я не вижу, чтобы были какие-то конкретные моменты, да, чтобы как-то вот описать события, но здесь это связано вот больше с состоянием вашим внутренним. Ну разве что может быть кто-то вступить в статус, да, изменить свой статус и выйти от независимости, например, от девятки Пендакли, скорее всего, конец весны, начало лета и вступить в статус. Не обязательно это официальный брак, но вы будете как официальная личность, то есть если вы даже с кем-то встречаетесь, о вас будут знать все, да, то есть вы, о вас, либо вас не будут скрывать. Так, хотела сделать короткий расклад, но, видимо, не получается у меня делать короткие расклады. Ладно, смотрим дальше, следующий вопрос, на что вам нужно обратить особое внимание? Ну, десятка кубков, прекрасно, весь этот год он будет посвящен счастью, то есть если кто-то ставит себе цель, хочу познать, что такое счастье, хочу познать, что такое наслаждение, что такое вот пик эмоций, либо реализация каких-то своих желаний, еще раз скажу, что в этом году вот идут достижения каких-то запланированных, это не неожиданное, это запланированные какие-то ситуации, в которых вы добьетесь успеха. Плюс ко всему семейность, да, вот здесь вот для вас семейный аспект, он очень ярко будет выражен, как по имперамтрите, десятка кубков, тоже нам про это говорит. Нужно обращать внимание на то, что будет приносить вам удовольствие, да, то, что будет вас наполнять. То есть здесь очень важно весь год следить за своим эмоциональным фоном, потому что король мечей все-таки, как, отвечая на вопрос, да, важных событий, это тот момент, когда человек, он чувствует, он умеет ощущать всю гамму эмоций, но он ее как будто бы ставит либо на второй план, либо старается понять логически. И на что вам здесь нужно обратить? На ваши эмоции. В плюсе, в минусе здесь не важно. Почему? Вот мне хочется сказать, почему вам важно обращать на ваши эмоции? Ну, в принципе, да, я так и предполагала. Пятерка кубков говорит, четверка кубков говорит о том, что будут у вас, наверное, такие периоды, скорее всего, это отжиточные какие-то сценарии прошлого, да, старые какие-то форматы, когда вы впадаете вот в это уныние, да, здесь девятка педагоги про это тоже говорят, когда я закрываюсь, когда я не хочу ни с кем общаться, ни с кем коммуницировать, король мечей тоже про это говорит, да, я хочу побыть наедине. Здесь очень важно не то, чтобы вот вы все время были наполнены эмоционально, а здесь речь идет о том, чтобы вы не скатывались в более низкие вибрации, то есть на что нужно обращать внимание? На то, что весь год у вас вибрации должны быть на достаточно высоком уровне. Я не говорю, чтобы вы вот прям радовались, здесь не про радость, а здесь про счастье, про фоновое состояние, когда у нас высокие вибрации, когда мы наслаждаемся, когда мы получаем удовольствие, когда мы ощущаем, что мы немножечко упали, да, то есть мы должны научиться поднимать самостоятельно себе настроение, да, найти разные практики, которые будут помогать нас держать на более высоком уровне энергетическом. Это для вас почему-то в этом году очень важно будет. Возможно, у вас будут какие-то цели, которые вы сможете достигнуть, только тогда, когда вы будете, хочется сказать, на плаву и не будете тонуть. Здесь вот вам как будто бы нельзя тонуть и впадать в вот это вот уныние апатии, потому что только когда вы будете в десятке кубков, вы будете в ресурсном состоянии. Помните, какая здесь связка, да, императрица, я ценю, да, у меня завышенная, ну не завышенная, а нормальная самооценка, достаточно высокая, вот так скажу, и на, я почему, потому что я уважаю себя, я ценю себя, и когда я нахожусь в таком состоянии, у меня высокие вибрации, и мне дается больше ресурсов для достижения того, чего я хочу. Когда я наоборот обесцениваю себя, я впадаю в четверку кубков. В таком состоянии достичь своих целей, либо того, что вы хотите, не получится, у вас появляется самокритика, да, вы начинаете себя как-то осуждать, тем самым еще ниже падает ваша самооценка. Поэтому я вам говорю, что у вас все время должны быть высокие вибрации, даже если вы находитесь в коммуникации с человеком, который забирает у вас энергию, либо каким-то образом вас обесценивает, после этого вам все равно надо быть осознанным и поднимать ваши вибрации, как минимум не падать в негатив. На что еще нужно обратить особое внимание? Ну, ясное дело опять-таки про энергию, да, Девятка Мечей тоже нам говорит о негативе. То есть прекратить здесь сомневаться, тревожиться. Здесь нет чувства вины и здесь нет страха. Здесь в данном случае Девятка Мечей у нас говорит о тревожных. То есть прекратите тревожиться, прекратите беспокоиться. Это вообще против энергии идет и вибрации императрицы. Императрица вообще ни за что не тревожится. Почему? Потому что любые вопросы могут решаться. У императрицы достаточно просто захотеть. Вот этот магнит энергии, задача которого просто излучать свои намерения, чего я хочу, и это к ней притягивается. Она вообще не беспокоится, каким образом к ней это придет. Она сама сделает, либо вселенная ей подарит, либо люди что-то сделают, или какие-то связи. Ну, в общем, она, если честно, говорит простым языком, она вообще ни о чем не парится, да. Это не потому, что она легкомысленна, а потому что у человека есть уверенность с одной стороны, а с другой стороны она транслирует гармонию. Императрице, главная ее задача, это транслировать внутреннюю гармонию и красоту, которая будет в унисон с внешним миром. И вот поэтому нам нужны высокие вибрации. Если не будет высоких вибраций, вы не будете в гармонии, и как следствие вы не сможете, вам не, знаете, это как батарейка, да, которая уже обустошилась, и она не дает заряд. Вот вам надо все время быть наполненной батарейкой, чтобы давать этот заряд, благодаря которому будет все реализовываться. Вот ваша задача не падать ни в четверку кубков, когда, ну, я не знаю, где-то здесь идет перегорание, слишком много может быть дали, да, энергии. Такое тоже может быть, да, кому-то, либо с кем-то, и вот выдохлись. И нужно время для того, чтобы наполниться, да. То есть четверка кубков у нас, почему говорит об апатии? Потому что очень много тревожусь, вся нервная система перенапряжена, и она не готова воспринимать новые какие-то раздражители из внешнего мира. И поэтому ей все кажется серым, серым, неинтересным, безвкусным, и поэтому я не замечаю никаких новых возможностей. Потому что рецепторы не готовы воспринять. Это когда, ну, я не знаю, вас переполняют чувства, да, вот прямо, например, радость, вот так радостно и радостно, и вам еще приносят новую какую-то порцию радости, да, и вы ее уже не воспринимаете, потому что, ну, не лезет. Это как еда, да, ем-ем-ем, потом тебе приносят что-то такое, вкусно, и ты говоришь, ну, уже никуда не лезет. Кто никуда не лезет, это есть четверка кубков, присыщение, да, когда есть перенасыщенность чему-либо. То есть здесь нужно уметь распределять свою энергию и перестать тревожиться. Вот на это вам нужно обратить особое внимание. Чего стоит опасаться? Посмотрим на колоде Николеты Чиколи, что вам нужно опасаться. Чего нужно опасаться? Так, девятка кубков. Знаете, быть немножко эгоистичной с одной стороны, а с другой стороны девятка кубков говорит о том, что вот здесь девятка пендапли тоже есть, когда человек, знаете, не готов делиться. Императрица, она делится, она дает, она не может не отдавать. Девятка кубков, она говорит, здесь девочка сидит, значит, в этой чашке с кофем, и ей абсолютно все равно, что эта печенька от горячей вот этой вот воды, от горячего чая, кофе, что она топьет, она может размякнуть, да, ну, исчезнуть. То есть здесь она исключительно, ну, занята собой. То есть ей абсолютно наплевать на другого человека, что с ним будет происходить. Почему? Потому что я не готова отдавать, но я готова принимать. То есть я хочу только брать, брать, брать. Вот этой вот эгоистичности у вас не должно быть. Обращайте на это внимание. В том числе и другие люди, да, чтобы они не были такими же эгоистами. Ну, то есть должно быть такой хороший обмен. Ты мне, я тебе. На что еще нужно обратить внимание? На аркан колесницы, который говорит о том, что вам нужно немножечко будет позаботиться о себе, и я бы сказала взять ответственность в плане того, куда вы двигаетесь. Почему? Потому что вот здесь вот очень такая интересная соображен аркан колесницы. Обычно у нас говорится про движение, да, про некий такой прорыв. Здесь же, если мы посмотрим, да, во-первых, вся вот эта вот конструкция, деревянная фигурка, у нее нет руля, да, то есть человек, здесь вот эта кукла, она не управляет. У нее есть вот этот вот ребенок, которого она держит, которого любит, о котором заботится, но ей абсолютно все равно, куда она движется, в каком направлении. У нее нет вот этого вот рычага влияния и управления, то есть руля, по сути. Если мы посмотрим на нижнюю часть, да, вот конструкция, вот эта вот площадка, на которой стоит этот ослик, да, то вот это вот изображение очень напоминает аркан шута. Да, у шута тоже такое, на платье такое же изображение. То есть по сути идет ощущение какого-то, знаете, я плыву по течению, вот куда меня выведет, туда я и пойду. Здесь вам в этом году не нужно быть, не то чтобы в потоке, а вот как-то, знаете, на самотек. Не надо пускать ничего на самотек. Надо двигаться к той цели, которую вы хотите получить. И прикладывать к этому усилия. Здесь не нужно прикладывать много усилий, потому что императрица все-таки не прикладывает усилия. Но она создает намерение, да. Но при этом надо управлять своей жизнью, да. Не нужно все пускать на самотек, потому что рано или поздно это остановится. Потому что вот эта вот конструкция, до тех пор, пока она идет под наклоном, а здесь вот как будто бы есть этот наклон, да, она будет движется. Как только она встретит какую-то преграду, сложность, трудность, она останавливается и не сможет дальше двигаться. То есть нету рычага управления. Поэтому вам надо в этом быть внимательным. Я-то сегодня так быстро говорю. Видимо, такой какой-то скоростной поток. Чего еще нужно опасаться? Ну вот Арканмага и говорит как раз-таки эгоистичность, про эгоистичность и про двойственность. Да, то есть все должно быть ясно, понятно, прозрачно, не должно быть никакой двойственности, не должны быть никакие манипуляции. Это год, он для продвижения, но продвижение, оно должно быть немножечко иным, нежели вы привыкли. То есть здесь не идет продвижение в плане того, что вот я прописываю, что там планы какие-то, нет. Здесь должно быть такое вот, знаете, ощущение, исходя из своего внутреннего какого-то посыла, намерения. То есть вот сейчас я, например, ну условно говоря, хочу сделать вот такой расклад. Я села и это сделала. А при этом я знаю, что у меня, например, расклады на этом канале выходят понедельник, среда, пятница. Но сегодня у меня по плану был один расклад, а я решила сделать это. Я прислушивалась и я сделал. То есть есть план, но в этом плане все равно вы вносите какую-то свою лепту, вы можете изменить. То есть есть какая-то ветвь развития, вы ее ощущаете, но вы берете ответственность и управляете вот этой вот своей веткой развития, так как вы посчитаете в тот момент необходимым. То есть здесь и пассивность какая-то не должна быть, и чрезмерной активности тоже не должно быть. Не должно быть двойственных каких-то понятий, ситуаций, не должно быть манипуляций. Все должно быть четко, конкретно, понятно, известно и достаточно по-земному. Здесь не должно быть, если с кем-то общаетесь, не должно быть вот этих, знаете, подразумеваю. Одно хотела сказать, а другое имела в виду, вот этого не должно быть. То есть все должно быть достаточно приземленно, достаточно понятно, в балансе, и при этом комфортно. Должна быть простота, не должно быть сложных каких-то ситуаций. Но и простота это не говорит о упрощенности какой-то. А наоборот, простота, она как раз-таки в прозрачности, она в понятности. Так, идем дальше. Следующий вопрос у нас, да. Что будет происходить в отношении? Посмотрим на колоде Таро Шаманов. Что у нас будет происходить в сфере отношений? Так, давайте посмотрим в общем, что будет происходить в сфере отношений. Ну, аркан влюбленные. Говорит у нас о связке, да. Вот здесь вот, если вы посмотрите, да, то здесь мужчина и женщина связаны с змеей, да. То есть здесь присутствует, действительно, интересно, да, мы смотрим тему отношений, связка с каким-то человеком. Независимо от того, если вы мужчина, значит, женщина, если вы женщина, с каким-то мужчиной. То есть здесь, вот опять-таки, неважно в браке ли вы, в отношениях ли, либо просто встречаетесь. Здесь вы как-то вот будете, что-то будет связывать вас друг с другом, вот в этой паре. Возможно, это будут какие-то уроки, да. Возможно, это будет на уровне ментала, либо как-то вот на уровне душ. Но здесь присутствует некая такая связь. О чем здесь говорится? Ну, вот любовь. Чему я очень рада и счастлива на самом деле. Неважно формат отношений, да, но речь здесь идет о любви. Причем очень, вот в этой колоде двойка кубков, двойка кристаллов. Она очень интересная. Здесь мы видим женщину, да, которая сидит, значит, на лугу. И очень красиво, не знаю, вам видно, сейчас я поднесу, покажу. Я люблю этот аркан здесь, в этой колоде. Так, чтобы не отсвечивало. Вот, посмотрите. Мужчина полностью доверился женщине, вложил свою голову ей на грудь, да, то есть он в полном доверии. И она благодаря кристаллам его исцеляет. То есть в данном случае двойка кристаллов, в традиционной колоде двойка кубков, говорит, помимо того, что это союз, здесь будет исцеление. То есть если в ваших взаимоотношениях были какие-то трудности, сложности, в том числе и физическая болезнь, то вот в этом году влияние женщины, её любовь по отношению к мужчине будет его исцелять. Связывать вас будет доверие. Связывать вас будет, опять-таки, да, если мы смотрим на этот аркан, то женщина более активная, мужчина более пассивная. То есть вся энергия, вся движуха взаимоотношений будет происходить от женщины. То есть как минимум, я не говорю, что она будет нести ответственность, то есть как минимум энергия, да, мотивация будет идти, высказывание своих каких-то желаний. То есть женщина будет как топливо, да. Мужчина как ракета, а женщина как топливо. То есть без топлива мужчина никуда не идёт. И вот здесь вот прям вот это вот выражение его лица в полном доверии. Мне хорошо, мне комфортно и уютно. Вот это вот какие-то такие более глубинные что ли состояния будут вас связывать с этим человеком. Вы от этого будете получать удовольствие. Заметьте, здесь в двойке кубков нету того, что идёт на равных, да, что мужчина что-то даёт, женщина что-то принимает. Нет. Но благодаря этому мужчине, женщина, у неё есть улыбка, она наполняется. То есть видя этого мужчины, это будет её наполнять, да. То есть своим появлением, своим присутствием, он что-то внутри неё пробуждает. И она начинает ему что-то отдавать, наполнять, да, как-то вот исцелять, восстанавливать. И мужчина, который получает вот эту женскую энергию, да, ему с этим комфортно, ему с этим хорошо. То есть если у вас были какие-то проблемы с мужчиной, я могу сказать, что в этом году он вам, знаете, вот как будто бы доверится. Я не могу сказать, что вот он полностью открылся, потому что всё-таки он здесь не разговаривает, он молчит. И всё-таки он к ней спиной повёрнут, да. То есть есть что-то, что он держит для себя, либо в себе. Но при этом вот он как-то, знаете, в таком состоянии, что, не знаю, этот человек, он не родной, да. То есть он, даже если вы не в статусе, императрица, как вы видели в начале, да, этот человек мне родной. То есть у него такое ощущение, что вот вообще он здесь по энергетике, что он как будто бы подпитывается. Вот без вас этот человек не может. Вот вы являетесь тем источником, который его наполняет. Не только энергетически, возможно, передаванием каких-то знаний, да. То есть вы та мотивирующая, энергетическая, движущая сила, благодаря которой, да, вот мужчина как батарейка заполнился и пошел дальше завоевывать что-то весь в этом мире, да. Но имейте в виду, он когда идет завоевывать в этом мире, он потом результаты не несет кому-то. Он приносит к вам. То есть здесь вот такой вот энергообмен, не знаю, не могу сказать, это равный, неравный, каждый будет решать для себя исключительно. Но вот в этой двойке кубков идет исцеление. Я повторюсь еще раз скажу, если в отношении были какие-то трудности и сложности, то вот в этом году вы как минимум будете связаны с вашим партнером, да, потому что что мужчина получает удовольствие, что женщина. Я не вижу, чтобы здесь был какой-то дискомфорт. Просто каждый получает по-своему, что-то свое в этом союзе, в этой связке. Теперь посмотрим, что вас ожидает, если вы в семье. У вас есть семья, вы в браке. Рыцарь Костей здесь говорит о том, что либо вам не хватает огонька в жизни, какого-то риска, да, какого-то удовольствия, либо вам необходимо это обновление. То есть возможно куда-то поехать, развлечься. То есть вам не хватает немножко огонька привнести в жизнь, независимо от того, мужчина вы или женщина. Вот человек, который смотрит, да, здесь как будто бы не хватает вот это вот здесь. Ребенок на змея. И он, как это, игнорирует опасность, что это все-таки змея, она может его съесть, она больше его, да, но он при этом от этого получает удовольствие. То есть риск, от которого я получаю удовольствие. То есть здесь как будто бы не хватает авантюризма, не хватает какого-то риска именно вам. То есть если вы в этом году будете нацелены на третьего персонажа ваших отношений, будьте осторожны. Да, то есть вам не хватает каких-то эмоций. Если получится с вашим партнером это получить, прекрасно, замечательно. А если вы будете смотреть на сторону, то здесь немножечко нужно быть внимательным. То есть это большой риск. Вот. А вообще в принципе в идеале было какие-то путешествия вместе со своим партнером. Я не знаю, кто здесь из вас этот ребенок, а кто эта змея, да. То есть змея это не только какая-то хитрость, да, либо враг, либо подвох. Змея это еще и про мудрость. И плюс ко всему про энергетику, да, если мы вспоминаем про кундалини. То есть это огромный энергетический потенциал. Кто-то здесь дает эту энергию, кто-то берет, но здесь вот однозначно не хватает вот этой вот легкости, радости, веселья и движения. Если вы находитесь просто в отношениях, не живете вместе, то вот аркан умеренности, да, здесь смотрите, какая прелесть говорит про исцеление. Как минимум женщина будет получать удовольствие в этих отношениях. Здесь она тоже получает удовольствие. Вот. А мужчина будет за ней наблюдать, обращать внимание на ее красоту. Женщина будет занята собой в большей степени, да, как-то вот своим восстановлением, своим, возможно, духовным ростом, наслаждением. Какие-то перемены ждут эту женщину. Перемены в том числе и внешности, в красоте. Возможно, она будет там ухаживать за собой, я не знаю, больше принимать ванны, массажи, спа всевозможные. В общем, женщина кайфует от жизни. Могу так сказать, а мужчина где-то неподалеку, да, он вот за ней наблюдает. И, возможно, женщина даже от этого получает удовольствие. Она не против, чтобы за ней наблюдал этот мужчина, но все равно между вами присутствует какое-то расстояние, какая-то дистанция. В чем причина? Я же не могу не разобраться. Страхи. А страхи, страхи одного из партнеров, где, знаете, ощущение какой-то игры, да, в догонянке. Один убегает, значит, другой за ним гонится. Вы постоянно можете меняться в этих, как сказать, в этих играх, да. Но вот кто-то кого-то пугает здесь постоянно. То есть причина в страхах. Чего боимся? Чего боимся? Боимся дальнейшего развития. Вообще, как будет? Ну, смотрите, здесь опять-таки какая прелесть, да. Женщина находится на высоте помещения, не знаю, здания, что это такое. Да, на вершине она вот прям уже топ-топ, а мужчина до нее старается дотянуться, да. И вот такое ощущение, что, не знаю, боится, боится, что он до нее не дотягивается. В общем, как я и сказала, женщина, как вот здесь вот изначально, женщина является неким таким мотиватором. Не то, что она прям что-то ему там говорит, мужчине, ни в коем случае, а вот своей какой-то энергией. В силу того, что вы как будто бы не включены в этого мужчину 100%, вы на него особо не обращаете внимания. Он есть в вашем пространстве, он вам хорошо. Но при этом, смотрите, как замечательно, да, здесь они развернуты друг к другу. И здесь тоже развернуты. Смотрите, лица, да, убегают один от другого, но смотрят. Здесь женщина полностью погружена в себя, мужчина, то есть мужчина ориентирован на женщину, так или иначе, даже в двойке кубков. Пускай он на нее не смотрит, но голова у него на груди, заметьте, да, не на животе, не на коленях, а именно на груди, в области сердца, да. То есть вот он как будто бы, не знаю, проник в ее сердце, и вот при этом либо желает, чтобы быть в ее сердце. То есть здесь связь однозначно есть. Просто боится развития. Но при этом я не вижу, чтобы здесь были какие-то разверты. Для тех, кто в поиске, для тех, кто в поиске, тройка луков говорит о том, что вам нужно вылечить, исцелить свое сердце. На самом деле то, что вы хотите, это уже присутствует в вашей жизни, да. То есть здесь то желание, которое есть в сердце этого человека, то, что он загадал, этот дух пришел, он уже ему принес. Но из-за того, что человек не смотрит на дух, на реализацию своего желания, да, он просит, просит, желание уже рядом, за его как будто бы спиной, и надо развернуться к нему и получить. То есть здесь вам нужно первично заметить, что то, что вы хотите, у вас уже есть, да. То есть излечить свое сердце. Будет ли встреча, будет ли знакомство. Но пока я не вижу. Семерка педагли, семерка бубна в этом аркане говорит о том, что процессы происходят так, как и должны идти, да. А вы, вам не нужно ждать, но вам нужно здесь танец, танец с бубном, да. То есть вам нужно как-то развлечься, да, и заняться своей жизнью. Ну, танец это жизнь, это наслаждение. То есть пока у вас нету того, чего вы хотите, да, не надо об этом сидеть, грустить и как-то ожидать. Ни в коем случае. Вам нужно продолжать жить, но не просто жить, да, с надежкой, вот сейчас это появится, сейчас это появится. Нет. А вот именно, я не знаю, как-то наполнить свою жизнь какими-то интересными моментами, вещами. Чем именно? Ну, вот вам не хватает огня, да. То есть, жеслов. Во-первых, вам нужно перестать конфликтовать с самим собой, а во-вторых, вам не хватает энергии, вам не хватает вот огонька, огонька жизни. Вот вам нужно привнести самому себе вот этот огонь. Что это значит, для тех, кто не понимает, что это значит. Ну, вот, двойка луков как раз говорит о том, что нужно рассеять, да, здесь, значит, смотрите, два человека, между ними пропасть, да, и очень много облаков, то есть конфликтность, присутствует какой-то конфликт, присутствует какая-то ссора, и здесь дух из лука, да, стреляет для того, чтобы разогнать вот эти вот облака, чтобы появилось солнышко, и люди смогли помириться. То есть вам внутри собой надо помириться, есть какая-то внутренняя конфликтность. В чем может быть связана конфликтность? С одной стороны, возможно, вы хотите иметь взаимоотношения, да, с человеком, как-то познакомиться, а с другой стороны, возможно, вам настолько хорошо и кайфово с самим собой, что вы не готовы как-то себя ограничивать в чем-то, либо лишать, либо идти на уступки с другим человеком, да, возможно, вы хотите, чтобы другой человек просто исключительно подстраивался под вас, а вы при этом не хотите как-то вот подстраиваться под другого человека, либо впускать. И вот здесь вот идет вот этот вот диссонанс. До тех пор, пока вы не придете внутри себя к какому-то консенсусу и не поймете, а нужно ли вам отношения или нет, потому что иногда такое бывает. Головой хочу, а вот как-то вот внутри себя, в сердце, если откровенно спросить, а нужны ли мне отношения, что готов я сделать для этих отношений, да, что готов я сделать, как готов ли я вообще меняться ради другого человека, большинство из нас скажут, что нет, ну, не хочу я, мне и так хорошо, в принципе, да, хочется внимания, любви, ласки, но вот как-то что-то сделать для другого человека я уже не хочу. И поэтому вот получается вот этот конфликт, потому что в любых взаимоотношениях всегда мы идем друг к другу на уступки, шагаем друг к другу в равной степени. так, идем дальше, идем дальше, что будет складываться в профессиональной сфере, мне кажется, такой большой расклад, а там, да, а у нас три позиции. Ладно, что будет складываться в профессиональной сфере, прекрасно, четверка жезлов нам говорит о том, что в профессиональной сфере будет взаимодействие с абсолютно разными людьми, очень много коммуникаций, приятные энергии, такие устойчивые, теплые, стабильные. Что еще? Будут моменты, конечно же, лабиринт трудностей, сложностей, когда нужно будет искать ответы на вопросы, будет какая-то тревожность, непонятность, непроясненные ситуации, луна на повторе, да, здесь говорит о том, что будет момент, когда я не буду знать, что мне выбрать, куда мне идти, что делать, но вы сможете найти, найти ответы и решения, что-то новое вам нужно будет в профессиональной сфере запустить, новые проекты, новые идеи, у нас императрица в самом начале не зря выходила, новые идеи, новые начинания, здесь обновление необходимо во взаимодействии с другими людьми, то есть у вас будет желание, будет потенциал, вот, но в те моменты, когда вы будете волноваться, тревожиться, да, вы должны иметь в виду, что что-то новое должно вашей жизнью в профессиональной случиться, какие-то перемены, во-первых, вам не нужно огорчаться, нам про это уже в самом начале карты говорили, о том, что вы утратили, о том, что, я не знаю, то, что вас разочаровывало, но, да, будут перемены, да, в вашей жизни должны произойти перемены, либо будут перемены по башне, нужно будет еще раз тусы выпадает, тус мечей, принимать какие-то решения, выйти из-за каких-то ситуаций, понимаете, здесь у вас какое-то есть ложное представление о профессиональной сфере, то есть что-то вы не видите, либо нету какой-то ясности, определенности, да, либо есть какая-то иллюзия, смотрите, две луны и дьявол, это говорит об обмане, здесь у нас самообман, иллюзорность, да, а здесь у нас, возможно, даже какие-то страхи, да, фобии идут по дьяволу, то есть здесь вам нужно будет преодолевать свои страхи, и вот это вот ваша лунность, непонятность. Так, что у нас будет с финансами в новом году, ну, здесь я могу сказать, что 50 на 50, да, вот как было, хочется сказать, в прошлом году, так будет и в этом году, некая такая умеренность, да, будет очень, какие-то неприятные моменты, конфликты, обиды, ну, вот здесь ваш урок какой-то, вы должны пройти, связанный как-то с критикой, да, связанный, может быть, с тем, что, не знаю, люди вас предают, как-то не очень хорошо поступают с вами, но колесо фортуны говорит о том, что так будет не весь год, будут, ситуация изменится, по рыцарю кубков, вот, и вы придете к пажу педаклей, смотрите, сложный год, мне не нравится, это пятерка мечей, я не знаю, с чем будет связана вот эта вот, ваша борьба, конфликтность, могу сказать, что будут этапы, когда они будут вообще никак развиваться, ваши финансы, будут потом изменения, и, ну, как-то вот, будет небольшая сумма денег, вот, но я не вижу, чтобы был прям вот большой-большой какой-то доход, скажем так, деньги будут, деньги будут, но будут из-за этих денег, очень большие ссоры и конфликты, с кем, мне хочется спросить, с кем, с самим собой, либо с людьми достаточно эгоистичными, которые думают исключительно о себе, ссоры будут, когда вы не будете получать всех финансов, которые либо заслужили, либо хотите, вот, будет ощущение того, что вот вас как будто бы обесценивают, либо вы будете отдавать большую сумму денег кому-то, а на себя не будет хватать, ну, здесь финансы, это самая такая проблематичная зона, вот, ну, если хотите более подробно узнать, что и как, это вот уже на личных консультациях сможем посмотреть и разобраться, так, что у нас будет в сфере здоровья, ну, король, король, император, да, прекрасно, я бы сказала стабильность, единственное, что немножечко, немножечко осенью, да, будьте внимательны, по поводу своего здоровья, что-то здесь с суставами, да, может быть, может быть, простуды, если у кого есть там хроническая астма, либо проблемы с дыхательными путями, вот, то осенью, либо такое холодное время года, да, то есть и зимой тоже, хотя я склоняюсь больше к осени, почему-то дождливым таким погодам, да, вот здесь вот кости, суставы, да, будут проблематичны, будут такие моменты, когда будете забывать, да, то есть вот что-то с памятью будут какие-то периоды, и еще здесь идут такие моменты, у нас выпадала императрица в самом начале, что возможно страх старости, он будет заставлять вас как-то, не знаю, то ли ухаживать за собой больше, да, то ли прибегать к каким-то, может быть, даже и хирургическим вмешательствам, ну, то есть это могут быть для женщин, да, вот ботоксы, всевозможные потяжки, там, я не знаю, что такое, то есть, ну, это будет связано не с тем, что вот вы хотите как-то улучшить, да, себя, стать более здоровее, а здесь какой-то вот мотивация будет избегание старости, непринятия, то есть вот какой-то страх старости будет присутствовать, а так, в принципе, если есть какие-то болезни, вселенная говорит о том, что будет исцеление, да, что, не знаю, здесь все вот прям так, прекрасно, кто-то, если хотел заняться танцами, может заняться, йогой, всевозможными практиками, связанные с гибкостью, либо с энергетикой, прекрасное, прекрасное состояние души, я бы так сказала, да, здесь люди будут выглядеть вот именно на свой возраст, я не вижу, чтобы они как-то вот моложе, либо старше были, болезни я как минимум не вижу, единственное, что, проверьте свои глаза, для кого это важно, да, то есть зрение, здесь обратите внимание на ваше зрение, вот такая у меня была первая позиция, слишком больший расклад, ладно, посмотрим, другие позиции тоже, да, что нам скажут, еще раз напоминаю, заходите в раздел сообщества, на главной странице моего канала, и читайте о рождественских распродажах, переходим с вами к позиции номер 2, красному камешку, двоечки, приветствую вас, если вы не слушали вступление, то в начале следующего года, я сделаю пост про личные прогнозы, да, про индивидуальные прогнозы, когда и как они будут проходить, не пропустите, и заходите почаще в раздел сообщества, и читайте посты и анонсы, которые я там публикую, ну и конечно же, не забываем о рождественской распродаже, пост об этом есть тоже в разделе сообщества, кто не читал, рекомендую почитать, итак, самые важные события этого года, две карты в этой позиции я вытащу, важные события, аркан шута и двойка жезлов, важные события, хочется сказать освобождение, знаете, с одной стороны, вот это вот ощущение на уровне энергетики, освобождение, а с другой стороны, какое-то, знаете, такое непонятное состояние подвойки жезлов, а что с этим делать, да, то есть, как будто бы вы как-то стремитесь освободиться, высвободиться, там, я не знаю, если вы живете с семьей, желание как-то жить самостоятельно, и вдруг вы получаете свою самостоятельность, а что теперь делать с этим, не знаю, то есть, как будто бы всю жизнь была поставлена на кону свобода, независимость, а теперь, когда я получила эту свободу и независимость, то как-то не подумал о последствиях ответственности, то есть, а что теперь я буду с этим делать, весь год будет связан с тем, что мне теперь делать, да, какой выбор мне принять, то есть, здесь как будто бы, знаете, человек был бунтарем, да, всю жизнь как-то стремился против чего-то, теперь он получил то, что он хочет, и не знает, что с этим делать, вот такие вот главные события вашего года здесь будут присутствовать, легкость, в принципе, по Аркану Шуту, да, легкость, общительность, какие-то недалекие поездки тоже могут быть, возможно, пешие прогулки, очень часто будете передвигаться, юмора, юмора здесь много, не знаю, может быть, в вашей жизни появится такой человек, детские энергии здесь тоже присутствуют, да, может быть, у кого-то дети появятся, девочки, ну, или бы мальчики, нет, больше мальчишки, больше мальчишки, что еще по двойке жезлов, да, то есть здесь вот как будто бы открываются какие-то перспективы, новый этап вашей жизни, открытие каких-то перспектив, что это за перспективы будут, перспективы, да, вот такое ощущение, что сделать, идти в новое, да, либо вернуться в прошлое, да, перспективы такие открытые, добрые, либо наоборот, открыться этому миру или нет, здесь вот какая-то двойственность присутствует, но такое ощущение, что здесь вопрос не выбора, а здесь именно вопрос возможности, то есть иногда бывает так, что нас ограничивают выборы, говорят, выбирай либо это, либо это, здесь не про это, здесь у вас множество каких-то вариантов выбора, да, и вы склоняетесь к тому, к чему бы определиться, да, что бы мне выбрать, но здесь могут быть еще возвраты людей, например, из прошлого, встреча с какими-то людьми из прошлого, с вашими бывшими, например, друзьями, одноклассниками, возможно, здесь появятся люди из ваших прошлых жизней, с которыми, которые вот на вашем новом этапе, да, сыграют какую-то важную роль, но здесь речь идет про доверие, вот ваша, как будто бы здесь урок, да, мне показывают, духовный, будет связан с доверием, кому вы доверяете, как вы выбираете друзей, например, для себя, то есть вопрос дружбы, здесь очень ярко будет стоять, причем новые друзья, на кому вы доверяетесь, и насколько это, не знаю, надежные друзья, что ли, здесь доброта тоже, такие моменты будут играть, вот как-то, не знаю, доброты. Интересные какие-то ситуации, но если вспомните, среди года напишите мне, хорошо, на что вам нужно обратить особое внимание, это на движение по жизни, на свои какие-то цели, и иногда на те моменты, когда вы будете бескомпромиссными, помним, да, что у вас основная энергия, по шуту, говорит о свободе, да, о свободолюбии, то есть я хочу быть свободным, независимым ни от кого, у меня есть понимание того, что я хочу, как я хочу, и я вот двигаюсь вперед, иногда может быть такая, знаете, твердолобость, я не хочу никого слушать, я не хочу ни с кем договариваться, вот я хочу получить то, что я хочу, да, это будет вызывать некую такую конфликтность, возможно, в разговорах, в диалогах вы будете резки, либо чрезмерно, здесь про доверие, откровенно, то есть будете говорить иногда правду, не там, где нужно, не тому, кому нужно, либо не так, как нужно, то есть на это тоже обращайте внимание, возможно, своими словами вы можете кого-то, я не знаю, огорчить, да, то есть вот не всегда уместно правда, иногда уместнее где-то что-то промолчать, так, в принципе, вы будете, возможно, одержимы какой-то идеей, может быть, познакомитесь с какой-то философией жизни, да, либо, не знаю, вот что-то новое вы узнаете, и вот это вот прям вас так сильно захватит, что вы скажете, вот, это вот была, там, я не знаю, истина о моей жизни, теперь этому я буду придерживаться, вот здесь немножечко нужно быть внимательным, потому что у меня такое ощущение, что, ну, не все так, потому что рыцарь это не король, он еще не владеет всей информацией, а только частью ее, на что еще нужно обратить особое внимание, солнышко, да, ну, во-первых, на свою энергетику, да, не тратьте ее куда попало, больше как-то вот, находитесь в том обществе, где вам рады, там, где вы наполняетесь энергетически, обращайте внимание, здесь мы видим, да, трех дочерей, зевса, грация, красота, вот это вот, изящество, скорее всего, если вы женщина, то вот на это нужно будет вам обращать внимание, также здесь вот как-то на радость, хочется мне сказать, на радость, и вот на свою энергетику, куда вы ее тратите, да, то есть старайтесь быть все время наполненным, старайтесь все время быть на позитиве, здесь вам очень важно быть на позитиве, очень важно при взаимодействии и общении с другими людьми, чтобы вам было хорошо, вопросы удачи тоже здесь всплывают, и финансов, также может быть на детей тоже нужно обратить внимание, на что еще нужно обратить особое внимание, ну, как обычно, вот видите, выбор, да, вот он влюбленный, вот она двойка жезлов, на выбор, что вы тут выбираете, что вы тут выбираете, непонятно, да, здесь хочется сказать, иногда вы, не знаю, там где нужно будет выбрать, вы не будете выбирать, а там где не нужно, вы как-то будете проявлять очень яркую такую активность, иногда выбираете эти вещи, которые вам не совсем понятны, не совсем известны, а вообще же в идеале было бы быть, выбирать баланс, быть в балансе, быть вот как-то в гармонии, о чем еще нам здесь говорит верховная жрица, ну, вот о том, что вот вы выбираете какую-то пассивность, о том, что вы выбираете пассивность, иногда наоборот, вот вам не хватает вот этой активности, здесь невозможно сказать, на что вам нужно обратить внимание, в плане выбора, выберите это, либо выберите то, здесь все как-то вот индивидуально, и по ситуации, здесь нет каких-то подсказок, но вопросы выбора в этом году, они будут очень актуальны для вас, и вам важно не как-то вот не проседать, не быть в пассивности, а вовремя делать правильный выбор, я не могу сказать вам, что есть правильно, но я могу вам сказать, что любой выбор, вы его делаете не случайно, то есть наше бессознательное уже выбирает то, что необходимо, если иногда вам кажется, что вот я выбрал что-то не так, я бы порекомендовала вам немножечко задуматься над этим, потому что, как правило, мы всегда выбираем то, что нам нужно, даже если это люди, которые нам причиняют боль, либо какая-то работа, на которой мы не любим, нам не нравится, в этом есть какой-то смысл, потому что мы всегда выбираем то, что нам нужно, не то, что мы хотим, мы можем хотеть одного, но для нашего развития нужно что-то другое, поэтому вопрос выбора, поэтому здесь тайна, не показано нам, что именно вы выбираете, здесь вот нужно будет немножечко быть осознанным, искать, искать причину, то, что скрыто, чего стоит опасаться, давайте посмотрим, чего стоит опасаться, семерка жестлов, не наказывайте других людей, не наказывайте сами себя, я бы так сказала, за какие-то ваши, может быть, опроменчивые поступки, либо, как вам кажется, неправильный выбор, который вы сделали, еще, что вам стоит опасаться, тройки кубков, тоже здесь двояко, понимаете, здесь верховная жрица, она будет показывать двоякость, с одной стороны, вам нужно опасаться, как будто бы легкости, легкомысленности, давайте так скажем, не легкости, а легкомысленности, каких-то вот поспешных, эмоциональных поступков, либо выборов, а с другой стороны, вам наоборот, как будто бы не хватает, вот этой вот безмятежности, я бы сказала, вам нужно немножечко опасаться тех людей, которые вас окружают, то есть, вот знаете, такое чувство, проверяйте свое окружение, лишний раз, как-то вот людей здесь, в вашем окружении, очень много, здесь не один, не два, а здесь очень много людей, я не знаю, что вы будете, может у вас профессия будет связана с людьми, или мы как-то вот с общением, праздники какие-то, может быть вы создаете какие-то праздники, может быть ваша профессия как-то связана с людьми, здесь очень много людей, разных людей, разных возрастов, разных полов, то есть и мужчины, и женщины, и дети, и более старшие поколения. И каждый как-то вот со своими какими-то замашками и, хочется сказать, на жаргоне, какими-то своими закидонами. И вот вам как будто надо вот в этом всё лавировать, как рыбка. Чего ещё вам стоит опасаться? Не перегружайте себя лишним. То есть старайтесь разделять, где мухи, а где котлеты. То есть всё в общий какой-то вот котёл, хочется сказать, не надо, потому что это будет забирать у вас ресурсы. А вы помните, да, я говорила здесь, на энергетику вашу покушаются очень многие. Вам нужно быть очень внимательны, потому что у меня ощущение, что вам самим в этом году не будет хватать ресурсов. Вам нужно постоянно быть на пределе вот прям максимально наполненными. Потому что у меня такое ощущение, что вот здесь где-то вы будете наполнены на процентов на 60, на 70. И вам вот с такой энергией вам не будет хватать на реализацию ваших собственных желаний. Поэтому будьте внимательны. Здесь вот десятка жезлокраски говорит трудность. То есть у вас у самих нет энергии, а тут ещё там этот приходит, что-то просит, другое что-то приходит. И вот вы будете периодически впадать вот в это вот состояние, когда всем что-то от вас надо. И скорее всего из-за этого вы будете либо впадать в семёрку педагли в какое-то ожидание, то есть я не хочу, я вымотан, да, с меня забрали всю энергию, либо я не знаю, как мне сделать какой-то выбор, что мне делать, как мне быть. То есть вот здесь какая-то путаница, вообще суета присутствует. Я это ощущаю по своему повествованию. То есть энергия такая, вот я стала быстро-быстро говорить, как будто бы вот ускоряемся, куда-то бежим, что-то торопимся, что-то делаем. Здесь не надо. По императрице, по верховной жрице вам этого делать не нужно, потому что в суете вы не сможете услышать себя. А я в одном из раскладов говорила о том, что двоечкам не надо выбирать, двоечкам надо, как это сказать, идти на отклик. А отклик внутренний свой вы сможете получить только по верховной жрице, когда вы будете находиться внутри себя, не в пассивности, а внутри себя. Когда есть тишина, и я могу услышать внутренний голос, который мне говорит, да, это твое, да, иди за этим, либо нет, это не твое. Когда у суете вы это не слышите. Вот здесь поэтому и энергия нужна, чтобы светить самому себе, чтобы слышать и видеть этот внутренний свет, луч, куда, на что он направлен. Не на внешний мир, но на людей, которые вот здесь как-то, знаете, вот вы вроде бы начинаете быть в этой гармонии, да, идете, вроде бы иду в потоке, да, осознанно, через отклик, но потом как-то вот сбиваете из пути, и ощущение того, что вот приходят вот эти вот люди, начинают вас куда-то звать, пойдем туда, пойдем сюда, и вы забываете вот эти вот истины, да, и они вас бывают с толку. Но здесь это связано с тем, что это вот ваш урок, чтобы вы научились, даже если вы находитесь в толпе, все равно услышать себя. Не внешний мир, не переключать свое внимание на внешний мир, а все время, чтобы ваше внимание было сконцентрировано на вас. Вот это вы главный урок этого года, мне хочется сказать. Ну что, давайте теперь посмотрим сферу отношений, да, что будет вообще энергия этого года в плане отношений. Двойка костей говорит о том, что вы идете к себе, да, здесь вот прям сама картинка нам показывает о том, что мужчина встречает в зеркале, да, свое собственное отражение. То есть здесь вот будет вот это вот желание, стремление прийти к единению с самим собой. Прийти к гармонии. Ну то есть это будет первично. Если у вас есть партнер, ну это сейчас я вообще посмотрю, но общая энергия вот это вот именно прийти к единению, прийти к самому себе. Давайте посмотрим, если вы, например, стоите в браке, либо сожительствовать, ну в общем у вас есть мужчина, да, с которым вы живете вместе, у вас есть общий быт, не важно как он называется, что будет происходить. Королева жезлов, вы будете главной фигурой, в этом году. Причем здесь, знаете, вы будете управлять этими отношениями, вы будете, такая, хочется сказать, здесь вот прям такая ведьма-ведьма, наполненная огня, я решаю, как мне быть уверенная, очень яркая, на нее будет обращать внимание. Но меня смущает в том, что вот почему-то в этом аркане нет мужчины. Ну не обязательно, что в каждом аркане были, но вот как-то вот на семейную пару я не вижу присутствия вашего мужчины, если вы мужчина, если вы женщина. Если вы мужчина, вот прям главную роль будет играть вот такая вот огненная, страстная женщина, по крайней мере у вас будет вот это вот, не знаю, что-то у вас пробудется в этом году, какое-то, я не знаю, то ли желание, то ли здесь какая-то сексуальная энергия. Вообще энергия женщины, она такая вот прям как вулкан, очень мощная, да, которая идет к своим целям. И вот здесь ощущение того, что вы акцент делаете на себя. Не случайно у нас выпал вот этот вот аркан двойка костей, да, когда я с собой. То есть здесь отношение у вас с самой, сама с собой. Когда мне вот хорошо, если мужчина хочет, пускай он меня догоняет. Я не говорю о том, что, ну, вам мужчина безразличен, но здесь больше акцент вы делаете на себя. Если вы просто в отношениях, ну, встречаетесь, здесь будет сложный год, сразу скажу, очень сложный год. Пятерка бубнов в этом аркане говорит о том, что здесь будут утраты. По пятерке бубнов здесь утрата абсолютно всего. Всего, что вы достигли, всего, что вы имели. Но это связано с тем, что вас как будто бы проверяют на то, что как-то если у вас внутри своя опора, на что вы опираетесь, где вот этот вот союз с самим собой. То есть здесь мы видим, что падает главный герой, да, куда-то в пропасть. И вот его совесть, его суть, так скажем, и духи надсмехаются. То есть то, чем ты владел, да, то, чем, ну, своим мастерством, либо какими-то, ну, в данном случае отношениями, здесь как будто бы ты к ним привязался. И вот проверяют, а если мы у тебя это заберем, как ты? Ты будешь чувствовать себя самостоятельным? Ты будешь чувствовать себя независимым? Либо твоя жизнь, я не знаю, пойдет под откос. Здесь очень важно не терять самого себя. Если что-то будет уходить из вашей жизни, отпускайте. Но здесь идут проверки, очень серьезные проверки. Здесь будут утраты, да, здесь у вас будут забирать этого человека. Для того, чтобы проверять, скорее всего, проверки идут для вас. Не для человека, а вот именно для вас. Чем вы наполнены и насколько вы привязаны к этому человеку. В плане того, что не нужно привязываться никому. Да, здесь вот, причем здесь, если что-то уйдет в этом году в вашей жизни в плане отношений, то есть здесь не только человек может уйти, да, а здесь могут уйти какие-то качества, например, да, там, я не знаю, когда человек вас обесценивал, ну, в общем, либо что-то хорошее, здесь не обязательно плохое, то хочется сказать, принимайте это, потому что придет что-то другое, что-то новое, что вас наполнит. То есть здесь у вас сначала что-то должны забрать для того, чтобы что-то потом пришло. Поэтому не сопротивляйтесь, не цепляйтесь, даже если этот человек вам очень-очень близок. Возможно, он идет и, как вариант, может вернуться, а может вернуться кто-то другой, а может никого и не быть, да, никто не вернется, но вы получите, вы приобретете обязательно что-то важное и ценное для себя. Я не имею в виду только опыт, помимо опыта. Что-то вам дадут здесь очень важное и значимое. Для тех, кто ищет отношений, шестерка бубнов здесь говорит о том, что, опять-таки, вы тоже будете играть главную, главная скрипка, да, в этом оркестре, но вам нужно понять главную такую вещь, что каждый человек... Вдыхаю, почему? И выдыхаю. Потому что мы эту истину знаем все, но как только доходит до практики, как-то вот что-то здесь не складывается. Истина заключается в том, что каждый человек, он хорош по-своему. И вы сможете выстроить взаимоотношения только тогда, когда вы научитесь принимать человека таким, каким он есть. На этом аркане, кроме того, что вот мужчина играет на скрипке, мы видим здесь сверху вот ребенка, там обезьянку, здесь еще одну. Каждый вот в этом оркестре играет свою роль. Вы проигрываете свою. Но при этом они все как-то вот в унисон играют одну мелодию. То есть в отношениях общая цель это отношения, но каждый является индивидуальностью. Нельзя сказать, что кто-то лучше и кто-то хуже, кто-то ведущий, а кто-то ведомый. Вот вам нужно научиться принимать разнообразие. Здесь ощущение того, что вы, если это показывает аркан, как будто бы не способны принимать другого человека. То есть, например, если вы активный, то другой человек будет пассивный вам. Это будет сложно. Вы все время будете хотеть как-то вот его под свою дудку прогнуть. И вам это не будет удаваться. То есть, если вам, если вы встретите с этим человеком, а здесь отношения, велика вероятность, что будет знакомство по шестерке бубнов, но начнется она с дружбы. Не сразу любовь. Здесь будет постепенно, постепенно. Либо как рекомендация, что нужно начать с дружбы, узнавать друг друга. Не прогибать. Вот у вас все время будет такое желание, да, как-то, ну вот ладно, да, я согласна, да, я его принимаю, либо ее принимаю такой, какая она есть, либо такой, какой он есть. Но через какое-то время все равно будете хотеть, чтобы он играл под вашу дудку. А человек будет сопротивляться, и у вас будут конфликты. То есть, поэтому здесь вам говорят, лучше начинайте через дружбу. Причем можете дружить долгое время, да, ну, я не знаю, вот как минимум, как минимум 6 месяцев, прежде чем вы перейдете на такие более любовные взаимоотношения. Даже если вы, я не знаю, слишком взрослая, ну, считаете себя там взрослой, там, я не знаю, 60-70 лет. Здесь не имеет никакого значения возраст. Вопрос в том, что вам нужно узнать другого человека, и, знаете, не сливаться с ним. Вот здесь главное не сливаться, не растворяться в человеке, и не желать, чтобы он растворился в вас. То есть здесь каждый должен играть свою партию. Это очень важно для вас получить в этом году. Хорошо, смотрим, смотрим, как будет складываться ваша профессиональная сфера. Здесь будут изменения по Аркану Смерти, будут изменения, да, связанные с чем? Здесь какое-то перерождение. Ага, у вас появится больше уверенности, да, вы уже получили какой-то определенный опыт в профессиональной сфере, и вы станете более уверенными, более сильными, и сможете как-то, вот, знаете, управлять как минимум собой для того, чтобы достигать то, что вы хотите. Ну, очень хороший такой год, да, общение, тройка кубков говорит про общение, про заключение договоров, для кого это важно, да, получение первых даже результатов, пускай они большие, но будут результаты. Да, вы идете на пути к своей звезде. То есть ваш путь, он не близкий, он достаточно, ну, далекий, большой, такой могу путь, да, но у вас будет надежда, и вы будете к этому идти, вы будете стремиться. Причем очень интересно начинается вся вот эта вот связка с арканом смерти, перерождение, да, то есть здесь у вас что-то внутри вас переродилось, вы поменялись, вы поменялись внутри, у вас появились силы, у вас появился внутренний стержень, и как следствие, внешний мир, да, в том числе и клиенты, у кого они есть, либо вот внешний мир, профессиональная ваша сфера, она изменится, и все идет к лучшему, все идет в том направлении, в котором и должно быть достаточно позитивно, не могу сказать, что идет быстро, либо как-то так что-то ярко, нет, все идет в том ритме, в котором должно быть, но вы увидите первые результаты уже весной, небольшие, но результаты будут. Что касается финансов в этом году, ну, здесь финансы поют романцы, тройка мечей, здесь какие-то слезы, огорчения, разочарования, с чем они связаны, да, двойка кубков, вот смотрите, опять-таки, о чем нам говорит двойка кубков, в теме отношений, у нас двойка костей, говорит о том, что вы должны прийти к себе, прийти к гармонии, двойка кубков у нас тоже говорит о гармоничном взаимодействии, если вы не научитесь ценить себя, если вы не научитесь видеть ценность своего какого-то продукта, если вы создаете какую-то услугу для других людей, то вы не сможете эту ценность показать другим людям, то есть, скорее всего, другие люди не увидят эту ценность и не придут к вам за вашими услугами. Если вы работаете на кого-то, то здесь с финансами будут трудности, сложности, потому что будет отсутствовать как раз-таки вот эта вот гармония и понимание с вашим, я не знаю, работодателем, возможно, с коллегами. С чем здесь связана тройка? Тройка с тем, как вы выстраиваете, да? Ну, здесь вот ощущение того, что вам как будто бы будет мало платить, да? Вот все-таки тройка пендаклей – это мало, ну, небольшая сумма. Ощущение того, что вы переживаете, что вам не платят по заслугам. Вот не платят вам по заслугам и все. То есть, вы достойны намного большего, чем вам дают. Вы это ощущаете. Что делать? Не переживать, не волноваться, идти в новое. Куда в новое? В то, чтобы завершить, не бояться завершать то, что… Смотрите, здесь тройка, здесь четверка. То, чего вы уже достигли, да? То есть, не останавливаться на достигнутом. Надо все равно двигаться, особенно, если это ваш собственный бизнес. Не бояться, не держаться, не экономить в первую очередь, да? Как-то, знаете, показать в первую очередь вселенной, да, что вы заслуживаете намного большего. Если вы работаете на наемной работе, да, то здесь все равно присутствует, по Пажу Жезлов присутствуют какие-то страхи. Да, есть желание как-то двигаться и получать деньги. Ну, Паша Жезлов, это тоже небольшая сумма. С чем связаны вот эти вот маленькие деньги? Ну, с тем, что… Либо вы не можете определиться с выбором, да, в профессии как-то вот перейти на ту работу, которая будет вам платить только во сколько вы заслуживаете. Либо слишком как-то вот, я не знаю, есть какие-то иллюзии. Что вы тут не видите, да? В чем иллюзорность? Что, что здесь надо поменять? Надо поменять свое мировосприятие. Надо поставить точку на прошлом. То есть здесь вот как-то с финансами речь идет о том, что надо поставить какую-то точку в прошлом. Что за точка в прошлом? Вот аркан смерти. Отпустить прошлое. Что-то есть в этом прошлом. В общем, расклад я сейчас не буду это смотреть. Можете прийти на личный годовой расклад, где смогу посмотреть более подробно. Об этом будет как раз-таки пост в начале следующего года в разделе сообщества. Не пропустите. А мы сможем посмотреть, что здесь за прошлое, которое нужно будет отпустить. Ну, однозначно, какие-то перемены должны быть. Потому что так, как есть, вы в новом году денег получать не будете. Ну и давайте посмотрим здоровье. Что у вас будет со здоровьем? Со здоровьем все хорошо. Со здоровьем все хорошо. Аркан изобилия. Аркан плодородия. То есть для кого-то, если важно, рождение детей, да, такое может быть. Может быть лишний вес, да, но здесь такие хорошие формы у женщин. То есть если вы даже наберете, то набираете вес равномерно. Особенно если вы всю жизнь были такой стройникой, да, то сейчас вот лишние килограммы, они как-то вот эти вот круглые формы сделают вас более привлекательной, да. Это не будет вот смотреться как-то вот безобразно, нет. Также здесь вот про расширение речь идет в плане вашей фигуры, да, могут быть отеки, могут быть отеки, а еще может быть аллергия. То есть иногда бывает так, я бы порекомендовала вам проверить щитовидную железу, да, свою эндокринную систему, потому что здесь вопросы гормонов и вопросы щитовидки, вот как-то идет. То есть опять-таки даже аллергия, она каким-то образом, ну вот помимо того, что там сопли текут и так далее, она как будто бы вызывает у вас какую-то отечность. Я не знаю, как это связано, но вот здесь вот эндокринную систему необходимо вам проверить. Здесь как-то с водой, вот очень много жидкости какой-то, слизи и жидкости. Я не знаю, с чем связано, но мне слизь показывают. Что еще по здоровью? Ну опять-таки вот мне показывают рождение детей, да, рождение детей, для кого это важно? Ну может быть какие-то детские болезни. Знаете, здесь какие-то детские болезни, ну не может быть ветрянка, а может быть вот какие-то болезни, которые связаны как-то с пузырьками, вот что-то такое. Знаете, это не прыщи, а это вот как-то, я не знаю, как-то, вот мне показывают какие-то пузыри, надуваются пузыри, я не знаю, что это за детская болезнь, но не свинка. Это как будто бы много-много, вот как герпес бывает, да, вот эти вот пузырьки, большое количество маленьких пузырьков. Вот здесь может что-то такое показывают. Может быть и герпес выит, а может быть вы какими-то детскими болезнями от детей заразитесь, но это кожные какие-то вот заболевания с наполненностью водой, да, с слизь, слизь. Может быть здесь будут, знаете, вот иногда во рту бывают какие-то вот такие, как фрыщики, да. Не знаю, может быть даже иногда бывает, так зубы чистишь, где-то там зубной щеткой задел десну, и там прыщик, либо там, не знаю, как-то грязными руками как-то полез. И вот мне почему-то показывают рот, да, полость рта, и вот будут какие-то, ну, здесь скорее всего от микробов, да, идет микробов, либо это, знаете, ваш организм, в этом году вы увидите, что ваш организм сам порождает какие-то инфекционные заболевания. Если вы женщина, то здесь как-то слизистая, но это наружнее, это не внутреннее, то есть я имею в виду как-то вот в области половых губ, да, это не про влагальщие, это не про внутреннее состояние, это как-то внешнее, внешнее. Ну, в общем, инфекционные заболевания, будьте внимательны, пожалуйста, да, так, в принципе, я не вижу, что это. Ну, то есть это не какие-то там хронические болезни, а что-то такое временное. Вот такая у меня была. И вторая позиция. Жду вас, для кого будет актуально и интересно на личные расклады. Пост будет в начале 2023 года, после Рождества. Я его обязательно напишу. Не пропустите в разделе сообщества. А мы с вами переходим к позиции номер 3. Троечки. Как долго идти до троечек, как долго идти до троечек. Троечки, смотрим вас. Самые важные события этого года. Дьявол. Что происходит? Дьявол. Такие возгласы, потому что, ну, тройки, это вот смерть до дьявола, два ваших любимых аркана. Я даже не знаю, как трактовать. Самые важные. Год будет очень ярким. Сразу хочу сказать. Ярким, интересным, трудным. Но вам это будет в кайф. Как это объяснить? Не спрашивайте. Не знаю. Не могу вам сказать. Но будет вам нравиться. Знаете, с одной стороны, какой-то вот, не то чтобы садамаза, но с одной стороны, как-то трудно. А потом, когда вы эту трудность будете преодолевать, и все у вас получится, вы будете говорить, блин, как это здорово, вот все-таки я смог, я молодец. здесь очень много будет огня. Очень много огня. То есть весь год он будет на пределе. На пределе, но вот почему-то вам это будет нравиться. Много огня, это, знаете, вот в плане достижения чего-то. Будет очень много конфликтов, очень много отстаивания как-то своей позиции. На работе, возможно, вы кому-то что-то будете говорить. Причем это не только в негативном ключе. Это может быть и в позитивном, когда вы будете чего-то добиваться. То есть это тот год, когда вы сможете добиться намного больше, чем в каком-то другом году. Здесь я сразу могу сказать, что здесь акцент будет на финансах. Конечно, тройки любят финансы, но здесь вот как будто бы успех. Мне почему-то идет успех финансовый. Очень хорошо. То есть вот именно в материальном плане, да, здесь вот то, за что мы боремся, да, здесь вот какие-то у меня хочется сказать картинки такие, знаете, революционерные, бунтари. И вот мы этого добились. То есть мы боремся за какие-то права. И мы это получили. И вот здесь вот что-то такое, что-то вы будете отстаивать. Где-то вы как-то загоритесь какой-то идеей. И причем эта идея какая-то такая, знаете, очень рисковая, очень опасная. Но вы выйдете победителем в этой идее. И еще самые важные события этого года. Ну вот пятерка пендаклей, да, как раз таки финансовые вопросы. Основные события, кризисы. Вот то, что я сказала, знаете, с одной стороны, дьявол здесь говорит о каком-то желании, вот я хочу, я хочу. И вот другие моменты, я бы вам сказала, а поукоротите вы, поумерьте свое вот это желание. А вот в этом году я наоборот говорю вам, идите за своими желаниями. Идите за своими желаниями, здесь вы будете одержимы ими, и вот какая-то энергия в вас будет сподвигать, будет двигать. Вам будет страшно, вы будете ощущать, что это опасно. Но в конечном итоге вы как будто бы выйдете победителем. Вот здесь какая-то такая энергия. Опять-таки вы решаете, да, я не буду говорить всем, что вот прям рискуете, потому что потом, не знаю, напишите, что вот Елене вы порекомендовали. А все взрослые люди, ответственность 50 ваша, 50 моя. Но поймите меня здесь правильно, здесь вот именно, не знаю, то, что вы ранее бы никогда не сделали, да, потому что это опасно. В этом году вы делаете, и вы получаете как-то желаемое. Кризисов, очень много будет кризисов, да, будут утраты, да, будут потери. Причем, знаете, потери будет того, что в каких-то убеждениях, то, во что вы верили, не знаю, может быть, убеждения, например, родительские, в плане того, что лучше работать там на наемной работе, там, каждый месяц получать зарплату, аванс, это надежнее, чем сделать там, например, свой бизнес. И вы в это верили, 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 а в этом году, например, как-то рискнули, открыли свой бизнес. Да, сначала, может быть, что-то не пойдет, вот, и вы будете терять по причине того, что вот это вот убеждение у вас, да, что лучше работать на наемной работе, да, оно у вас будет включаться, и будет создавать ту реальность, в которой вы верите. Но в какой-то момент, когда у вас придет осознание того, что, оп, что-то здесь не то, какое-то убеждение не дает мне прорыва, когда вы это пересмотрите, включите новый сценарий в своей жизни, вы увидите, что это все будет работать. Пятерка педагоги здесь говорит про какие-то иллюзии, иллюзорные сценарии, которые нужно пересмотреть. До тех пор, пока вы их не будете пересматривать, у вас будут кризисы. Чтобы выйти из кризиса, вам надо по-другому, как-то вот вообще по-другому. Здесь не противоположно, а как-то по-другому посмотреть новое мышление, иное. То есть как-то вот выйти из-за предела матрицы. Дьявол у нас тоже говорит про системность, про структуру, про матрицу. Но здесь вам нужно выйти из этой матрицы. Как-то вот, я не знаю, здесь какой-то год, он такой очень интересный, харизматичный. Здесь те желания, которые у вас будут появляться, у вас будут ресурсы на то, чтобы вы их реализовывали. Еще какие самые важные события. Ну вот все, что связано с шутом, все, что связано с новшеством, все, что связано с новыми идеями, инновационными. Знаете, здесь вот общая энергия, я сразу могу сказать, какого-то человека бесстрашного. То есть такое ощущение, что всю жизнь спали-спали, в этом году вы проснулись и начали что-то делать и удивлять людей. Будет ощущение того, что откуда у вас этот огонь? Откуда у вас вот эта уверенность? Откуда у вас вот эта вот какая-то вот бесшабашность, бесстрашность, бесстрашие какое-то, да? Но при этом это вот будет эффективно, но не сразу. Будут кризисы, да? Вот вы будете как-то, знаете, вкладываться, вкладываться, и вам будет говорить уже, брось, уже, да, уже видишь, что это не работает. Ну вот внутри вас, вот этот голос какой-то, он будет говорить, что нет, я пойду до конца, лучше пускай я все утрачу, но я буду убежден, либо убеждена, что все, эта мысль не работает, и я больше никогда к ней в жизни не вернусь. То есть вам как-то надо идти до конца. И вот когда вы уже как будто придете до конца и опустите руки, скажете, все, я уверен, что это не работает, вот она куком и выстрелит, какая-то идея. То есть здесь речь идет о чем-то таком. Хорошо, смотрим, на что нужно обратить особое внимание. Король жезлов, вот как раз таки на ваши амбиции, на ваш порог желаний, на огненность, на коммуникацию, на движение. Здесь какие-то будут идейные лидеры. Вот как-то через риск, через риск и идти именно к своим цели. Почему вам нужно обратить внимание на короля жезлов? Потому что вам именно в этом году с одной стороны нужно будет отстаивать свою точку зрения, а с другой стороны вам нужно научиться не закрываться. У меня такое ощущение, что хочется вам сказать хватит, сколько вы лет жили, как-то там закрывались, где-то с кем-то боролись, вот это нужно оставить позади. Вот вперед нужно идти с уверенностью, вот прям с уверенностью, с огоньком. А вот меня прям, знаете, как аж распиряет. Хочется сказать, такое, знаете, вот чувство, что я смогу пробежать марафон. Я больше там 100 метров пробежать не могу. А вот такое ощущение, что вот это вот вверх, что я смогу. Вот здесь вам на это нужно обратить внимание, потому что вы либо закрываетесь от этих энергий, они у вас есть, либо наоборот вам нужно научиться отстаивать свою точку зрения и двигаться вперед. Идти, вот знаете, здесь профессиональная сфера. Рыцарь Педакли говорит о том, что мы идем шаг за раз, медленно, никуда не торопимся, но при этом, знаете, вот какая-то настойчивость, настырность, упрямство, какая-то вот твердолопость, то есть я все равно это сделаю. Вот здесь какие-то такие энергии. Вам на это нужно обратить внимание, но здесь в позитивном ключе. Не то, чтобы это избежать, а наоборот, обратите внимание, что вот эти вот качества, они помогут вам достигнуть то, что вы хотите. Чего стоит опасаться? Чего вам стоит опасаться? Посмотрим на колоде Николеты Чиколи, что она нам скажет? Чего вам стоит опасаться? Лжи. Хочется сказать аркан императора, верховного жреца. лжи, обманов каких-то вот лжеучеников, лжеучителей. То есть знаете, то, что выдается за какую-то истину, здесь ощущение того, что в ваше мировоззрение надо все перепроверять. То есть не все такое, какое оно кажется. Потому что первая энергия дьявола, она тоже говорит о неком таком обмане, но обмане в вашем сознании благодаря каким-то вашим убеждениям. то есть здесь нужно будет проверять абсолютно всех людей, все ситуации, все идеи. Нужно опасаться там тех учителей, которые вот вам прям говорят, как нужно, как правильно. Вот здесь вот вопрос правильности и истинности, он для вас будет актуален весь год. Потому что из-за этого, да, вот по аркану смерти либо что-то не делаете, либо наоборот, вот здесь вы должны поменяться. Вам нужно опасаться того, что вас как-то замораживает, то, что вас останавливает. Останавливает вот какое-то, не знаю, то ли мнение других людей, то ли какие-то взгляды, то ли недоверие. Здесь вот что-то связано с учительством. Что еще, чего вам нужно опасаться? все великие арканы выпадают, да, то есть здесь действительно нужно сделать большой акцент колесо фортуны. Опасаться как-то надеяться, здесь вот надо надеяться на себя. Безусловно, помощь от высших сил по шуту будет, да, и как-то вот это вот движение вперед, туда, куда вас зовут, ведут, оно будет, но вам нужно опасаться как-то знаете, вот как эта бабочка, девочка, как-то вот прикована к этому колесу, да, я как будто бы не могу с него слезть, да, я как какая-то жертва, да, что вот я не владею своей судьбой, вот этого надо избегать, то есть надо быть более решительным, более мужественным в этом году. Чего еще стоит опасаться? Тройка педаклей, смотрите, с кем вы входите, вступаете во взаимодействие, либо как-то заключаете какие-то контракты, вообще людей, почему опасаться? Потому что если мы посмотрим здесь, да, с кем девочка имеет дело? Здесь она вроде бы куколка, а здесь вот этот непонятный червяк, то есть на каком языке они будут друг с другом разговаривать, если они абсолютно разного вида, с одной стороны, а с другой стороны, здесь хвост этого червяка, он как раз таки между двух ног этой девочки, то есть человек как будто бы втирается в доверие и здесь нужно быть очень внимательным в плане доверия, кому вы доверяете, вот не случайно у нас здесь вышел Иерафан в самом начале, который говорит о том, что будь внимательна, кому ты доверяешь, что ты доверяешь, каким знаниям ты прислушиваешься, хочется сказать, какого бога ты веришь, вот здесь в этом плане вам нужно быть внимательным, дальше, что у вас будет происходить в отношениях, общую энергию, да, мы смотрим сначала отношения, ну прекрасно, королева кубков, да, будет любовь, будет иногда какое-то такое волнение, переживание, но в принципе очень приятная энергия на тему отношений, то, что надо, да, вот тут прям женственность, чувствительность, будет любовь, да, то есть в общем любовь будет для тех, кто находится в семье, либо сожительствует, ну то есть вот опять, ну как так, вот дьявол, да, выпал дьявол, здесь будут проверки, здесь будут проверки, будьте внимательны, могут быть и измены, но не в плане того, чтобы расстаться, а в плане того, чтобы проверить, здесь как будто бы таким образом у вас будет пройти проверка на чувства. Любите ли вы друг друга? До сих пор. Или надо как-то отпустить. То есть здесь в отношениях, возможно, нужно будет какое-то обновление. И вот это вот обновление как раз-таки ваших чувств. Оно придёт через проверку, через измены. То есть дьявол, он будет с вами играть, он будет хитрить. Поэтому будьте внимательны, прежде чем вы принимаете решение. Хотелось бы сказать, что как-то можно оправдать какие-то измены. Но тут вы будете решать. Прощать или нет. Возможно, у вас будут какие-то искушения. Куда-то вот пойти наливо. Мне кажется, во второй позиции что-то аналогичное тоже было. Когда было скучно с семейным. Только там вот не хватало огонька. А здесь не хватает энергии. Здесь не хватает. Знаете, такое ощущение, что, как я говорила, в профессиональной сфере у нас выпадает король жезлов. Огонь в вашей жизни есть. Сексуальность у вас присутствует. Но, видимо, на протяжении многих лет совместной жизни, либо брака, здесь как-то вот эта сексуальность, она как-то поугласна. И ее как будто бы не хватает. И вот здесь могут быть не только измены, а здесь могут быть к проверке, я не знаю, ревностью. То есть, может быть, измены как таковой не быть, но вот вызывание какой-то ревности. Что-то у вас здесь пробудется. Либо у вас, либо у вашего партнера, либо у вас собой. Либо, наоборот, будет такое ощущение, что как-то вот пробудилась либидо, и хочется попробовать что-то другое. То есть, здесь дьявол может играть по-разному, но акцент всегда на проверку и на обман, на ложь. Возможно, здесь будут какие-то проверки, да, кто кому обманывает. Либо обманывает, либо вообще. Либо что-то, мне кажется, может быть, из прошлого появится у одного из партнеров. И вот это вот вызовет. То есть, отношений не будет, измены не будет, но вот какая-то проверка, то, что будет вызывать какую-то интригу. Здесь вот прям такая энергия, желание овладеть. Может быть, у вас будут просыпаться такие желания иногда. Я не знаю, какая-то вот сексуальная какая-то такая потребность. Ну, здесь, потому что маски, смотрите, у этого дьявола очень много масок. У меня в руке держит куклу. Он играет. Он играет через какие-то обманы, хитрости и роли. В общем, здесь будьте внимательны. Для тех, кто просто состоит в отношениях, что будет? Один аркан лучше другого. Луна? Да непонятно, да, непонятно. Знаете, с одной стороны будет какое-то такое притяжение друг к другу. Это для тех, если вы не в браке, но вы в отношениях. Будете как-то друг друга манить, будете как-то друг друга тянуть, но вот каких-то настоящих искренних отношений здесь я не вижу. Здесь будет очень много телепатии, здесь будет очень много эмпатичности, здесь будет много снов, много романтики. Но с другой стороны много хитрости. Аркана Луны говорит про, как она называется, знаете, как, боже мой, шоу-бизнес, да. Вот всё вот это вот такое яркое, всё такое красивое, но это настолько обманчивое и настолько гнилое. Вот здесь в ваших отношениях будет очень много обмана в плане того, что вот, не знаю, может быть, друг друга ещё хорошо не знаете, либо знаете, но вот будет такое желание показать лучше себя, либо вы, либо партнёр, либо показать ситуацию между вами намного лучше, чем она есть. То есть здесь какая-то ненастоящесть приходит. Здесь также могут быть, что вы будете проигрывать свои родительские какие-то сценарии, да, которые вот прям страхи, может быть, связанные, то есть если пришло время там, ну, где-то родного какого-то момента, да, вам нужно рожать, либо вы задумываетесь о детях, страх, вас будет пугать страх, либо вас будет пугать какие-то ситуации, проекции ваших родителей, да, что вот, не дай бог, вот я вижу, у меня ситуация, либо отношения развиваются таким образом, как было у моих родителей, вот я вот этого боюсь. То есть здесь непрояснённые отношения, здесь всевозможные страхи, родительские страхи, в том числе, да, проекции, иллюзии, обманы. Здесь ситуация будет, когда друг другу вы не будете что-то договаривать, если это переписка, будет очень много недопониманий. Одно сказал, другое подразумевал, пятое прочитал, и вот здесь вот это вот конфликт, и вот это расставание, и в то же время тянет, и вот это вот магнетизм, и во сне вижу. Но скучно не будет, да, по дьяволу год, я сказала, скучным не может быть. Для тех, я уже боюсь вытаскивать, для тех, кто ищет, для тех, кто ищет отношения, какие они будут, найдёт ли. Колесо фортуны, прекрасно. Здесь всё, хочется сказать, будет зависеть от удачи. Здесь всё будет зависеть от удачи. Как высшие силы пожелают, так оно и будет. Если вы проработали свою пятёрку кубков, вот эти вот разочарования, огорчения, смотрите, здесь был какой-то опыт, да, вот человек идёт, он никого не замечает. Почему? Потому что его сердце замёрзло, вот он, во льде, да, в льдинке. Если вот это вот проработано, то велика вероятность, что вы встретите человека. Если нет, не проработано, то здесь возможно и не встретить. 50 на 50. Колесо фортуны никогда не скажет 100% да, либо нет. Куда оно завернётся, здесь сказать невозможно. Но на личных консультациях, то есть на личном годовом раскладе мы это можем посмотреть. Если для вас такое выпадет, потому что не забывайте, что это общий расклад. Вот, в начале января в разделе сообщества будет пост, где я приглашу вас на индивидуальные годовые расклады. Не пропустите, если вам это интересно. Так, смотрим дальше, что у нас будет происходить в профессиональной сфере. Паш Мичей, ну смотрите, планы будут, планы будут, будете присматриваться, будете очень много думать, прежде чем принимать какое-то решение по поводу каких-то изменений в своей жизни, да, в лучшую сторону. По поводу финансовой стороны вопроса, либо какой-то возможности. Но здесь будут какие-то уроки у вас проходить по, связываясь с вашим эгоизмом. Дьявол всё-таки, куда? Куда без дьявола эго? Наше эго. Где-то оно не будет пускать. Здесь у вас, понимаете, всплывут какие-то теневые, вроде бы мы говорим профессиональную сферу, но будут всплывать какие-то теневые вопросы в плане вызова, да, то есть я на эту работу, да ни за что, да, либо там, не знаю, здесь какая-то гордыня будет проходить. С чем она связана? С чем она связана? Ну она связана либо с семьёй, да, десятка пендаклей, либо с финансами. То есть здесь у вас будут какие-то проверки, скорее всего, даже не по профессиональной сфере, а либо с семьёй, либо с финансами. То есть здесь могут быть такие моменты, что когда мы говорим о профессии, да, о работе, а у вас там что-то в личной жизни не складывается, какое внимание вы будете обращать на работу? Да очень сложно, да, как-то вот переключиться. Хорошо, что-то здесь будет с финансами. Давайте мы посмотрим, да, как будет складываться финансы в новом году. Девятка кубков. Хорошо, вас это будет удовлетворять, да, вам будет нравиться. Будут необходимые сделки, да, будут необходимые согласования, партнёрства, всё так, как вам нравится. В эмоциональном плане, да, вы выйдете на другой уровень. Ну хоть хорошо. Смотрите, в профессии есть какие-то проверки, новые возможности, я сказала, есть, шансы есть, но всё будет зависеть от вашего характера. То есть те решения, которые вы принимаете, они будут зависеть от вас. Знаете ещё почему? Потому что иногда будет дьявол в вас просыпаться. То есть обычно вы логический человек, а вы когда надо подписать какой-то договор, либо ещё что-то, вот какой-то дьявол у вас проснётся, и хочется сказать, ну чёрт, попутал, и вот я вот как-то вот всё уперся, и не буду я это делать, да. Если вокруг вас логические люди, хорошо, они как-то вот могут вас скорректировать, сказать, как ты так поступаешь, что-то не то, да. И вот вы потом успокоитесь и как-то придёте в себя и сможете. Но вот иногда очень часто будут теневые аспекты ваши проходить через гордыню. И это будет влиять на профессиональную сферу. Но в финансах у вас будет хорошо. Аркан мира говорит о том, что вот вы как-то выйдете за пределы, за рамки. Возможно, онлайн, возможно, за границей будете как-то работать, но вот финансы вас будут удовлетворять. Но будет очень много переживаний, волнений на этот счёт, будет очень много обязательств, трудностей, но деньги будут. Видите, король педагог. С профессиональной сферой что-то не то. Вот что-то где-то как-то хочется сказать, как-то этот, ну действительно, чёрт попутал, что-то вот вы не так делаете. Имейте это в виду. Так, ну и давайте посмотрим по среднюю сферу здоровья. Что у вас будет со здоровьем? Который Камичей говорит о не очень хорошем моменте. Ну, конечно, у вас будет здесь переживание, волнение. Ну, проверьте кровь. Может быть, инфекционные какие-то заболевания. Особенно если вы являетесь донором, да, кровь сдаёте. Будьте очень внимательны, чтобы не было какого-то, каких-то загрязнений. Ну, и сердце, конечно же, давление, давление высокое. Не низкое. Те, у кого есть высокое давление, у них будут проблемы, потому что будет очень много напряжения, да. Высокое давление, оно связано с тем, что внутреннюю свою энергию, свой потенциал, вы подавляете, вы его не выплёскиваете. Поэтому у вас поднимается давление. Сердцем, да, мы сказали. Семёрка Афидакли, про здоровье. Да, в принципе, здесь хорошо, вот только сердцем. Немножечко сердце, кровь, двойка кубков. Нет, я не вижу, чтобы были какие-то проблемы. Но вот, знаете, иногда могут быть что-то связанное с эмоциями. Ну, так, знаете, попереживал, поплакал. Вот что-то такое, да, вот какие-то такие. Ну, я не могу сказать, что прям эмоциональные срывы серьёзные. Нет, просто я слёзы вижу. Слёзы вижу, плачете. Может быть, чувствительные стали, да, слишком. Я не знаю, может быть, мнительные. Ну, вот такого формата. То есть нету каких-то причин переживаний. Но вот сердце вам и кровь необходимо проверить. А может быть, и не обязательно. Отговорка по Фрейду. Вот такой у меня был расклад для вас сегодня. И такая у меня была третья позиция. Напоминаю, в разделе «Собобщество» у меня идёт распродажа рождественская. Заходите, читайте. В начале Нового года будет пост про индивидуальные годовые расклады. Не пропустите. Выдохнула. А я хочу с вами попрощаться. Пожелайте вам всего самого наилучшего. Хороших вам выходных. Приятных праздников. Всего вам самого наилучшего. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok